Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки хека. Хек очищаем от чешуи, удаляем плавники. Сначала со стороны брюшка, затем со стороны спинки. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренность. Обязательно удаляем черные пленки, чтобы рыбка не горчила. И промываем рыбку. Вот такая рыба получается. Повторяем процесс со второй скумбрией. Дешевый хек вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Очень легко готовится. Этому трюку меня научила еврейская семья. Вкусный рецепт из простых и доступных продуктов. Великолепная идея на обед или ужин. Для всей семьи на каждый день. Правильное и здоровое питание. Дешево и полезно. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Поэтому рецепту можно приготовить и минтай. Теперь хек нарезаем на порционные кусочки. У меня тушки небольшие. Поэтому я их разрезала на три части. На каждом кусочке делаем надрезы наискосок. С двух сторон, чтобы получились такие ромбики. Не разрезая хребет. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. И делитесь, пожалуйста, своим опытом, как готовите хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Субтитры сделал DimaTorzok Перекладываем рыбу в миску. Замаринуем рыбу. Нам понадобится одно киви. Киви очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем три столовые ложки соевого соуса. Добавляем одну столовую ложку соуса терияки. Добавляем одну столовую ложку растительного рафинированного масла. И черный перец по вкусу. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе. Половину чайной ложки сладкой копченой паприки. И половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Оставляем рыбу промариноваться на один час. По истечении времени подготовим овощи. Нам понадобится два небольших репчатых лука. Лук очищаем и нарезаем некрупным кубиком. Отправляем лук в миску. Также нам понадобится один корень сельдерея. Сельдерей очищаем. Теперь сельдерей нарезаем довольно крупным кубиком. Добавляем сельдерей к луку. Также нам понадобится зелень. У меня несколько стеблей укропа и петрушки. Зелень мелко нарезаем. Добавляем к овощам. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Одну столовую ложку лимонного сока. И одну столовую ложку растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Отправляем овощи в форму для выпекания. Равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбу. Для сочности и сливочного вкуса нам понадобится 20 грамм сливочного масла. Масло нарезаем тоненькими пластинками и выкладываем на рыбу. Накрываем форму фольгой и отправляем рыбу в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Тем временем подготовим гарнир. Нам понадобится 4 картошки. Картофель разрезаем пополам. И каждую половинку нарезаем на 4 скибочки. Промакиваем картофель бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу и отправляем в миску. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки гранулированного чеснока, треть чайной ложки куркумы и треть чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем одну столовую ложку кунжута и две столовые ложки растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Теперь нам понадобится 20 грамм сыра. Натираем сыр на мелкой терке. Перемешиваем. Добавляем две столовые ложки панировочных сухарей. У меня домашние. Снова перемешиваем. Перекладываем картофель в форму для выпекания в один слой. Затем накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Рыбка с овощами готова. Подаем к столу. Рыбка получается сочной, нежной. Благодаря надрезам ее легко есть. Сердерей получается нежным и почти не отличим по вкусу от грибов. Картошка тоже готова. Готовность проверяем шпажкой, вилкой, зубочисткой. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Вкусный и полезный обед или ужин? Для всей семьи дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Хек с картошкой – великолепное блюдо, чтобы накормить свою семью сытно, просто и вкусно. Я больше не буду жарить рыбу. Это один из лучших рецептов рыбы. Вот как надо готовить хек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.